9 ноября 1906 года, после того, как была распущена Первая Государственная Дума и еще не собрана Вторая Государственная Дума, Столыпин уговорил царя подписать указ 9 ноября 1906 года. И это ключевой указ, давший старт Столыпинской земельной реформе. Указ 9 ноября 1906 года. Крестьяне часто его называли «закон 9 ноября». Но он не был законом, он законом станет в 1910 году, потому что по действовавшему тогда законодательству указ может стать законом, если его одобрит Государственная Дума и примет Государственный Совет. Вот эти процедурные вопросы потом были решены в Третьей Думе и Государственном Совете. И вот этот указ стал законом в 10 году, 14 июня. Но начал работать уже с 9 ноября 1906 года. Что же это за указ? А он носил такое скромненькое, тихенькое название. Хотя сам в себе заключал исключительно важную, даже взрывную инновацию. Это был указ о дополнительных мерах, так скажем, о дополнении некоторых мер по крестьянскому землеустройству и землевладению. Ну, в чем там было? Там первые же статьи гласили, крестьяне вправе выйти из общины и закрепить за собою землю в частную собственность, та, которая им причитается по наделам от общины. То есть, то, что община давала в пользование, крестьянин вправе без согласия общины закрепить за собою в частную собственность. То есть, выйти из общины и закрепить причитающийся надел в частную собственность. Поскольку крестьянские земли разбросаны на многих участках, крестьянин вправе потребует сведения этих наделов в единый массив. И создать таким образом условия либо для хутора, либо для отруба. Чтобы было понятно, хутор, если крестьянин выселяется из деревни, сведет, ну, допустим, где-то там в пяти километрах от своего прежнего места жительства свои участки. И на это место перевезет дом. Это будет хуторское расселение. Либо отрубное, то есть, он останется из жизни в деревне, но сведет свои участки воедино и будет отрубиться, как бы отрубит свой участок от общинного землемладения. Вот, надеюсь, это понятно, в чем заключался смысл. Я часто, работая со студентами, обычно задаю вопрос. Имели ли право крестьяне до этого указа 9 ноября выйти из общины? Ну, правильный ответ вообще юридически грамотный такой. Да, имели. По закону 1893 года они имели право, но только с согласия двух третей сельского схода. И все, что сделал Столыпин, вот как раз он снял это согласие двух третей сельского схода. Но это все в кавычках на самом деле означало очень многое. То есть, крестьянин мог по личному почину, по своей собственной инициативе пойти наперекор общине.